В минувший четверг команда Левитов Церкви Исход организовала вечер прославления своего спасителя. Такие праздники всегда собирают большое количество поклонников. Люди приходят и единодушно благодарят Бога за спасенные жизни и восстановленные семьи. Команда Левитов помогает нам приблизиться к Богу. И в такие вечера мы по-особенному прославляем Бога, воздаем Его хвалу и приближаемся к Нему. В Библии написано, что Бог живет в словословии своего народа. И перед Левитами стоит важная задача – с помощью пения и игры на музыкальных инструментах открыть сердца людей. Наталья два года служит в команде прославления. Для девушки огромная честь через свой голос нести атмосферу Божьего присутствия. Вы знаете, у нашей церкви есть большое откровение о скине Давида. И когда происходит вечера поклонения, когда люди входят в присутствие Божие, это и есть та скине Давида, когда люди поклоняются все вместе. Это чудесная атмосфера. Такие праздники помогают прихожанам в единстве прославлять Бога, что само по себе считается необходимым, если придерживаться писания. И немаловажный факт – насладиться прекрасным исполнением и музыкой. Люди, которые эти вещи игнорируют, их обманывает дьявол, суета. И они просто теряют очень многие благословения в своей жизни, теряют присутствие Божье. Я думаю, присутствие Божье – это цель нашей христианской жизни. Более пяти лет у прихожан церкви Исход города Новосибирска есть возможность получать начальное духовное образование на курсах «Основы веры». Преподавателями выступают ведущие служители. Курсы «Основы веры» – это такое же среднее начальное духовное образование, без которого очень тяжело в дальнейшем найти себя, найти себя в церкви, найти свое призвание и вообще развиваться и быть успешным. На семинарах «Основы веры» студенты в течение месяца прослушивают 13 тем. Люди узнают, что такое Евангелие, смысл покаяния и как победить искушение. Преподаватели объясняют, почему необходима молитва на иных языках. Также затрагивается тема финансов и десятилетия. Я пришел на основу веры, чтобы получить какие-то более глубокие знания, чтобы расширить свой кругозор в Боге, чтобы видеть новые границы из Христа. Это вообще необходимый проект, и его нужно пройти, чтобы остаться в церкви. Важно, что по окончании проекта учащиеся принимают водное крещение. Значение этого священнодействия люди узнают на отдельном уроке. Только пройдя семинары «Основы веры» можно получить дальнейшее образование на библейских курсах восхождения. За дополнительной информацией обращайтесь по телефону 8 913 763 77 07. Современная церковь имеет инструмент для того, чтобы сделать свое послание публичным. Цель христианских медиапроектов – отобразить библейские ценности, научить мыслить, поступать, жить по заповедям. Благодаря современным технологиям команда видеотворцов несет весть о Христе не единицам и десяткам людей, а миллионам зрителей. У нас духовность и профессионализм, они неразрывно связаны, они нам необходимы. То есть духовность нам нужна для того, чтобы рождались проекты, которые бы помогали людям спасаться. И профессионализм, который бы делал эти проекты смотрибельными, чтобы люди хотели вообще нас посмотреть. На базе учебного центра поселка Молот команда медиаслужения церкви «Исход» провела рабочую встречу. Руководители структуры произвели работу над ошибками и поставили перед служителями четкие цели и задачи на текущее время. И мы с вами должны быть духовно насыщены сами, чтобы что-то давать, чтобы учить сегодня людей и детей научить. Вообще учить на себя, брать ответственность, это на самом деле очень тяжелая ответственность. Не все, не все, какие делаются учителями в Библии написаны. Сегодня в команде видеоструктуры сложат 15 человек. Благодаря их работе большинство творческих идей воплощается в реальность. В России нет аналогов передач, изготавляемых в медиа цеху. А это ни много ни мало 9 постоянно выпускаемых проектов, таких как «Запретные темы», «Группа доверия», «Лав Ис», «Женщина-пастор» и ряд других. В их числе еженедельный выпуск новостей, который информирует общественность о внутренней и внешней работе церкви «Исход». Мы курируем большое количество проектов. Эти проекты, они не имеют аналогов в России и очень смотрибельный наш продукт. Поэтому ответственность огромная. Ответственность за качество, а ответственность за сами проекты, которые мы осуществляем. Служители видеооповещения всегда остаются за кадром, освещая события и призывая к переменам там, где они нужны. А ведь именно они инициируют диалог и обсуждение наболевших вопросов, которые помогают укрепить церковь, заявить о себе обществу и найти взаимопонимание. У каждого члена медиакоманды есть возможность профессионального и личностного роста через данное служение. Я реально понял, что это мое. Мне это понравилось. Я увидел себя, что можно развиваться. Очень прям, ну, прям внутри этот огонь загорелся. То есть, сегодня я горю этим огнем и еще кого-то пытаюсь, то есть, этим огнем заразить рядом с собой. Все стараются помочь друг другу и как-то, ну, не знаю, вдохновить друг друга. Когда бывают у каждого трудные моменты, которые, ну, трудно проходить одному. Но когда есть человек, на которого ты можешь опереться, это, я думаю, дорогого стоит. Для того, чтобы реализовать еще больше качественной видеопродукции, нужны люди. Сегодня каждый, кто хочет развиваться в видеожурналистике и операторском искусстве, может исполнить свое желание, позвонив по телефону 8 913 457 32 71. Субтитры сделал DimaTorzok